Тема нашей лекции – пермская тема в творчестве пермских композиторов. В своей книге «Перми как текст» пермский литературовед и пермовед Владимир Абашев, предлагая новый термин локального текста культуры, объясняет его так. Так, историческая жизнь места локуса сопровождается непрерывным процессом символизации, результаты которой закрепляются в фольклоре, в топонимике, исторических повествованиях, в широком многообразии речевых жанров, повествующих об этом месте, и, наконец, в художественной литературе. Очевидно, что речь в данном случае идет о тех образно-смысловых доминантах, которые, формируясь в культуре какого-либо географического региона на протяжении длительного времени, постепенно начинают выступать в качестве знаковых начал, определяя в конечном итоге ее своеобразие. И вот каковы они, эти пермские реалии? Абашев, исследуя литературно-художественный пласт пермского пространства, например, от Епифания Премудрова до пермских поэтов в 1980-х, выделяют такие синтагматические модели. Пермский звериный стиль, пермская деревянная скульптура, Стефан Пермский, Кама, Камский мост, Судьба чеховских трех сестер, Пастернаковский юрятин. В литературе Серебряного века это творчество Василия Каменского, наконец, Башня смерти, Пермский гулаг и другие. Вот, как уже было сказано, все эти особенности пермского геокультурного ландшафта оживают не только в литературе и изобразительном искусстве пермского региона, но и в театре, и в кино, и, конечно, в музыке. Мы сегодня говорим о музыке. В музыкальном искусстве ведь есть реалии чисто музыкальные. Давайте их вспомним. В XIX веке это открытие Пермского театра, оперы и балета. Это хоровая деятельность замечательного дирижера Александра Городцова. Это судьба песни Калинка и ее автора Ивана Петровича Ларионова. В XX веке это приезд Кировского театра в годы Великой Отечественной войны в наш город. Это деятельность джазового музыканта Генриха Терпиловского. Это пермская юность композиторов Евгения Крылатова и Александра Немтина. Это пермский балет и балет Евгения Панфилова. Наконец, это фигура Сергея Дягилева и традиции пермских дягилевских фестивалей. Я назвала далеко не все, но событий знакового характера, из которых в музыкальном искусстве складывалась пермская тема, более чем достаточно. Итак, пермская тема. А вообще-то есть ли пермская нота? То есть имеет ли особый эмоциональный статус музыка, которая рождается в Перме? Ну, начнем с того, что в музыкальном искусстве традиционно истоки самости искали в народном творчестве, фольклоре. И как известно, что еще в XIX веке русскими композиторами осваивалось прежде всего народное творчество центральных регионов России. Вспомним хотя бы Глинку и других его современников. Но в XX веке, особенно в его последние десятилетия, проблема самоидентификации зазвучала по-иному. Не фольклор вообще, а фольклорные истоки отдельных регионов. Поэтому творчество молодых пермских композиторов начала 90-х годов прошлого века оказалось в русле этой новой общей тенденции. В 1985 году, как результат фольклорной экспедиции в Чердонский край, появляется сочинение Игоря Ануфриева. Это прежде всего хоровой цикл «Пермские стихи». Его впервые тогда исполнил камерный хор Пермской филармонии. Ныне это Уральский государственный камерный хор. И вот именно тогда впервые в Перми заговорили о таком характерном и ярком и важном для прикамья жанре, как духовный стих. Вот сейчас мы послушаем фрагмент из хорового цикла Игоря Ануфриева «Пермские стихи». Игоря Анастасия Игоря Анастасия Игоря Анастасия Игоря Ануфриева можно сделать такой вывод, что совсем близко к фольклорной традиции в творчестве пермских композиторов примыкает еще одна духовная тема. Сегодня для пермской культуры это один из принципиально важных аспектов. И вот так в музыкальном пространстве Прикамья последних десятилетий появляются сочинения, посвященные крещению Прикамья. Это симфонический триптих «Пермь православная» Василия Куликова и симфоническая поэма «Крещение земли русской» Оксаны Изотовой. Духовное песнопение пишут Петр Куличкин и Ольга Ануфриева. Но именно у Игоря Ануфриева духовная тема становится, собственно, одной из главных в его творчестве. И вот совсем недавно, в ноябре прошлого года, в Перми, состоялась премьера его масштабного сочинения «Отречения и благословения» для хора, солистов и оркестра. Это музыкально-поэтическое действие по следам событий, описанных в Евангелии. Второй путь развития пермской темы – это обращение к конкретным местам на карте пермского края. Среди сочинений композитора Никиты Широкова есть такие названия. «Эхопармы» – это симфоническая поэма. «Пермь великая» – это фильм с музыкой Никиты Владимировича. Далее «Пермская стюита» для духового оркестра и другие. Вот среди этих других сочинений есть пьеса для оркестра под названием «Чердынь». В 2014 году в Петербурге подготовили мультипроект с участием композиторов России и Финляндии. Никиты Широков стал одним из участников проекта. Так родилась музыка. «Чердынь» – это название сегодня звучит часто. Во-первых, это популярный туристический маршрут в Пермском крае. Во-вторых, «Чердынь» – это сердце Пармы. Под таким названием совсем недавно на экраны вышел замечательный фильм по роману Алексея Иванова. Речь, как мы знаем, идет о драматических событиях 15 столетия, которые связаны с рождением земли пермской. И вот музыка Никиты Широкова, в отличие от горячей экспрессии фильма, от его эмоциональной жесткости, она имеет несколько иной характер. Она словно бы передает суровое молчание уральских гор, молчание тайги Пармы о великом прошлом Черденского края, о событиях старины глубокой. Никита Широков, пьеса для оркестра «Чердынь». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще одно произведение Игоря Машукова Это его пьеса под названием «Малепка» Пьеса написана по следам событий 90-х годов прошлого века Которые взбудоражили весь Пермский край Речь шла якобы о прилетах пришельцев, инопланетян В местечко недалеко от села Малепка В Кишетском районе Тогда композитор и написал пьесу Для акустических инструментов С участием электроники И вот что у него тогда получилось Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наконец, еще один третий путь развития пермской темы Это создание произведений по известным литературным источникам, которые сюжетом или самой проблемой связаны с Пермию Вспомним хотя бы оперы московского композитора Александра Чайковского на сюжеты Чехова и Солженицына Речь идет об операх «Три сестры» и «Один день» Ивана Денисовича Но пермские композиты также несли свою лепту в этом направлении Это музыка Игоря Машукова К балетам по сказам Павла Бажова «Золотой полос», «Серебряная копытца», «Дорогое имечко» И, наконец, это детская опера «Малахитова шкатулка» Дмитрия Батина Которая поставлена была 10 лет назад, уже прошло 11 лет И она с тех пор с успехом идет не только на сцене нашего Пермского оперного театра, но и в других городах России Давайте послушаем сцену из этой оперы Павла Бажова Павла Бажова Пермь литературная в музыке – это и современная Перми Два года назад состоялась премьера поэмы «Камский мост» композитора Петра Куличкина Поэмы для хора и оркестра на стихи пермского поэта Владимира Радкевича Сочинение прозвучало в исполнении академического хора «Млада» и камерного оркестра «Орфей» Исполнение вызвало активный слушательский резонанс Достаточно уже того, что за этот год сочинение повторно звучит несколько раз Буквально несколько дней назад состоялось исполнение «Камского моста» в Чердине И буквально на днях новые концерты состоятся в Березняках и в Соликамске Вот о чем эта музыка Здесь очень важно, что композитор четко с пиететом вслушивается в стихи поэта Радкевича И стремится воплотить образный строй его поэзии «Камский мост» в стихах и музыке предстает как попутчик в жизни целых поколений пермяков Как яркий поэтический символ города Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Это поэма для оркестра под названием «Кунгурская пещера». А сейчас давайте послушаем еще один пермский и также молодежный коллектив. Это концертный хор пермской хоровой капеллы мальчиков. В его исполнении прозвучат две части из хорового цикла «Дмитрия Батина. Песенки о Перми» на стихи Алексея Архипова. Две части «Город спит» и «Трамвайный вальс». Движи «Трамвайный вальс» и «Трамвайный вальс». Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... ... 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 вот здесь в самом конце прозвучали такие слова «Но вас к черту, камулы и утюги, я хочу один плясать танго с коровами». Так вот, камулы и утюги в пермском лексиконе, в пермском диалекте – это быки. Речь идет именно о быках. Вот, пожалуй, все сочинения пермских композиторов, которые вы слышали сейчас, пожалуй, за исключением пермских стихов Игоря Ануфриева, созданы в основном недавно, на протяжении последних 10-15 лет. А мне сейчас хотелось бы в конце нашей встречи затронуть еще одну тему, живую для Перми. Перми хочет иметь свой гимн. И за последние годы в городе появилось немало произведений, созданных с этой целью. Причем среди авторов есть как профессиональные композиторы, так и музыканты-любители, как известные в России люди, так и совсем незнакомые имена. Но зато у нас уже есть гимн пермского края. Собственно, вначале замысла гимна не было. Это произошло 20 лет тому назад, в 2003 году, когда молодому пермскому музыканту Сергею Иванову заказали песню для одного из пермских творческих молодежных проектов. И песню запели. И сейчас без нее просто невозможно представить себе музыкальную панораму нашего города, и тем более края. Поэтому, конечно, не случайно в 2017 году правительство пермского края официально утвердило любимую многими пермяками песню, как гимн края. Сегодня речь зашла лишь о нескольких сочинениях на пермскую тему. Мы не успели поговорить, главное, послушать другие, не менее интересные произведения. Но надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить об этом во время другой встречи.